Внимание! Данный проект получился очень большим по продолжительности, поэтому выходит частями. На ваших экранах вторая часть. Ссылочку на первую часть можете найти внизу в описании. Либо справа вверху в подсказках. Советую взглянуть на неё, там было очень интересно. Для того, чтобы вышло продолжение или новая перестройка, вам достаточно набрать 2000 лайков. 2000 лайков набираем, новую часть выпускаю. В общем, всё, не буду вас задерживать. Приятного вам просмотра. И да, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, в общем, всё вы знаете. Всё, теперь точно не отвлекаю. Приятного просмотра. Друзья, и вот стартует новый сезон. Новый сезон нашей перестройки за Баруси Мюнхен-Глагбах. А стартует этот сезон, как всегда, с предсезонного турнира. Выбираем самый дорогой. Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы порекомендовать вам отличный онлайновый футбольный менеджер. Футбольный менеджер. Легион. Вкратце поясню, что такое футбольный менеджер. Это футбольный мир, где проходят соревнования аналогичные реальным. Реальные команды и игроки. В отличие от FIFA, здесь не нужно принимать решения за конкретного игрока. Здесь ты управляешь всей командой в целом. А заявка на матч шлётся заранее. То есть вы, как тренер, даёте установку, а потом смотрите матч в виде анимации. Ну и также здесь присутствует всё, что присуще футболу. Трансферы, прокачка команды, тренировка игроков, строительство инфраструктуры и так далее. Здесь всё, ребята, есть. Гранда сразу никто не даст. Вам нужно будет подняться от новичка до профи. В этом система довольно справедливая. И каждый имеет возможность в дальнейшем тренировать топ-клуб. В отличие от оффлайн-менеджера, здесь всё проходит онлайн. То есть вы играете с реальными людьми. Чуть не забыл. Также вы можете играть бесплатно, что очень важно. Причём это самый навороченный проект в Рунете. Есть анимация матчей, своё приложение под андроид, а также сопровождает всё это оперативной техподдержкой. Админы практически живут на этом проекте. Живой форум, причём он позиционируется вообще как ресурс о футболе. А не только о проекте. Поэтому можно сказать наверняка, что среди фут-менеджеров это самое большое сообщество любителей футбола. Проект стабильно существует 2006 года. Я частенько на нём поигрываю. И сейчас у них как раз стартует новый сезон. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай играть. Ну а мы продолжаем этот видеоролик. И смотрим на наши новые задачи. А задачи у нас крайне интересные. В Лиге Чемпионов дойти до полуфинала ЛЧ. В Бондес Лиге выиграть чемпионат. Ну и в Кубке Германии дойти до полуфинала. Сильно нам не стали усложнять задачи. Так, чуть-чуть подняли планочку. Но я очень надеюсь, что у нас всё получится выполнить. В развитии молодёжи, в общем, как всегда, тянут всё наверх. То есть пытаются нас заставить подписывать молодёжь, развивать её и продавать потом в будущем. В популярности марки всё очень легко и просто. Опять нужно продать трёх игроков. И, возможно, мы это выполним. Ну и, конечно же, нужно достигнуть количества сухих матчей в размере семи. В общем, просто семь сухих матчей сыграть в гостях. В финансах тут всё ясно и понятно. Ну и домашний международный успех, как всегда, дублируется с основных задач. Смотрим на наш трансферный бюджет. В этот раз он огромный. 81 миллион на трансферы. Хотя нет, это не так уж и много. Я знаю, что у клубов бывает и побольше. Но всё равно деньги нехилые. Можем купить себе нормального центрального защитника. Уже состоявшегося, который реально усилит нашу команду. Тем более мы можем теперь это себе позволить в ранге чемпиона Германии, в ранге обладателя Кубка Германии. В общем, всё у нас теперь в порядке. Единственное, что мы не можем взять каких-то суперзвёзд. Потому что мы даже в полуфинал ЛЧ не прошли. Печаль, беда. Ну и до сих пор мы смотрим на Фейер Вен. Также до сих пор, друзья, просматриваем этих игроков. Но самая главная цель для нас это центральный защитник. И я тут решил взять Гарри Магуайра. Отличный центральный защитник. И очень надеюсь, у меня получится его подписать. Вперёд подписывать. Очень долго я тут вёл переговоры, пока мы не достигли консенсуса. То есть я наконец-то предложил 60 миллионов за Гарри Магуайра. А представитель Манчестера Юнайтед просто не имел права отказаться. Да и самим игроком мы, кстати, быстро договорились. Но и зарплату Магуайр, кстати, попросил приличную. 155 тысяч, прикиньте. Надеюсь, он оправдает полностью свои деньги. А про загадового мы, пожалуй, пока забудем. Ставим Магуайра в состав. Кстати, рейтинг его 84. И посмотрите, какой сейчас у нас огромный минус. Минус 61 миллион. Но я думаю, что этот минус мы спокойно оправдаем. На протяжении всего сезона. Немного меняем тактику. Ставим прессинг при потере мяча. И будем играть очень активно в этом сезоне. Также из форвардов, я думаю, нужно будет посмотреть на Джордана Ларсона. Возможно, в этом парне есть что-то крутое. Симулируем предсезонный турнир. И в предсезонном турнире мы выходим в 1-2 финала. Где встретимся с Челси. И тут же выигрываем Челси с отсчетом 1-0. Тем самым выходим в финал предсезонного турнира. И тут же приходит отчет о Ларсоне. Ларсон имеет рейтинг 75. Малова для нашего состава. Тот же Эмбола намного круче. Так что от идей покупки Ларсона отказываемся. Зато у нас тут решили перекупить Эльведи. Паренька покупают в Барселону и покупают за отступные. Увы, я ничего не могу сделать. Эльведи сам захотел в Барселону. Поэтому я не могу препятствовать этому трансферу. К слову, Барселона заплатила за него 38 миллионов. Купили одного центрального защитника. В итоге продали другого. И зато покрыли минус. Ну круто же. Разве нет? Тут же хотят купить у нас Эмбола. Но Эмбола не продается. Так же как и не продается. Но и Хаус даже в обмен его никого не отдам. Этот игрок мне нужен. Ну и конечно же, друзья, я тут подыскал свободных агентов. К слову, вот эти три футболиста, их мы сейчас подпишем, имеют неплохой потенциал. Я думаю, в будущем их можно даже будет перепродать. Подписываем первого футболиста. Ставим ему маленькую зарплату. Всего 6 тысяч. А двух остальных подпишем позже. Скаут все пытается мне впихнуть Каутинью на позицию ЦАП. Действительно, у нас позиция ЦАП прям существенно страдает. И эта позиция, правда, нуждается в усилении. Хотел купить на эту позицию Завицера, но его купила Барселона. Опередили нас. Вот же гады. Подписываем свободного агента с огромным потенциалом. И предвкушаем, друзья, отчет скаута о ЦАПах. Но пока он толком никого не нашел. К слову, человек, которого мы подписали бесплатно, имеет позицию ПП и ЦАП. И ему всего 22 года. Возможно, он вырастет вполне себе хорошего и топового футболиста. Посмотрим. А пока мы будем его переучивать с позиции ПП на позицию ЦАП. Приступаем к финалу предсезонного турнира. И проигрываем этот финал со счетом 1-0. Эх, красивой истории предсезонного турнира не получилось. Но надеюсь, получится все у нас в финале Суперкубка Германии. Где мы встретимся с Баварией в Мюнхен. Также продолжаем искать перспективных молодых игроков в регионе Германии. Желательно с уклоном в защиту. Не продаем вратаря нашего, который, в принципе, резервист. Продолжаем искать перспективных игроков на позицию ЦАП. Не продаем Гинтера. Но у нас тут выкупают Плеа. Выкупают, к слову, за отступные. В принципе, игрок не молод. Игрок уже толком расти не будет. И почему бы нам его не продать по такой цене? Тем более, в будущем я собираюсь купить игрока рейтингом повыше. Уже состоявшегося. Да, отступные выплатили. И теперь нам нужно будет искать игрока на позицию ФРВ. И этого игрока я нахожу в лице Рауля Хименеса. 84 рейтинг. Да, знаю, ему 30 лет. Но на данный момент он имеет очень неплохие статы. И поможет нашему составу пробиться в финал Лиги Чемпионов. Я почему-то в нем уверен. Но также у нас есть Эмболу. В случае чего, если вдруг Хименес не будет тащить. В Эмболу я тоже верю. А сейчас приступаем к финалу Суперкубка Германии. И, друзья, мы еле-еле выигрываем по пенальти. Со счетом 5-4. Тяжелая серия пенальти была. Крайне тяжелая. Плея здесь тоже говорит о том, что он выбрал Валенсио, а не наш клуб. И что ему там будет лучше. Возможно. Но он был командным игроком. В принципе, неплохо играл. Тем самым, после продажи Плея, наш трансформный бюджет равен 100 миллионов. Охренеть. Продолжаем не продавать Гинтера. Но идем покупать Хименеса. Удалось мне купить Хименеса, друзья, за 50 миллионов. Да, многовато, да. Слегка переплатил. Но я думаю, что он каждую копеечку оправдает. Зарплату он попросил, в принципе, не совсем уж и большую. 135 тысяч. И, друзья, я его сразу поставил в основу. Тем самым, состав неплохо так преобразился. Мы увеличили общий рейтинг. И команда выглядит теперь посолиднее. Да и в минус большой не ушли. Это огромный плюс. Да еще и денег осталось неплохое количество. Также мы почти выполнили задачу. Продали двух игроков из трех. То есть еще одного нужно продать, чтобы выполнить эту задачу. Ну и, в принципе, я хотел тут купить Таргана Азара. Потому что помнил, что он может играть на позиции ЦАП. Но что-то меня его ценник не устроил. Да плюс еще и позиции ЛП. Переучивать очень долго придется. Поэтому мой выбор пал на Иско. У него заканчивается контракт через 11 месяцев. Зидан хочет от него избавляться. Так почему бы мне его не взять? Да еще и Асенсию тут есть. Но Асенсию я, наверное, покупать не буду. Потому что позиция ЛФА. Дальше на ЦАПа его будет крайне сложно переучить. Загадового здесь хотят взять в Ньюкасу Юнайтед. Но он нам уже не нужен. Ну и Гинтер мы продолжаем не продавать. Идем разговорить с представителем Реал Мадрида по трансферу Иско. И Иско мне удается подписать, друзья, за 41 миллион 300 тысяч. Даже меньше, чем его рыночная цена. Круто. Но с самим игроком мы очень долго разговаривали. Первый раз договориться толком не удалось. Зарплата его не совсем устроила. Поэтому он решил подумать. Но был еще и второй разговор. Во второй раз уже более-менее удалось договориться. И там даже пришлось пойти на понижение зарплаты. Но игрок, видно, очень хотел оказаться в нашем клубе. И принял все условия. И тем более Реал Мадрид не хотел с ним продлевать контракт. А тут замаячил клуб, который играет в Лиге Чемпионов. Так почему бы не перейти в него? Именно так, наверное, подумал Иско. Тем самым наш трансформбюджет равен нулю. Но, удивительно, мы не ушли в минус. Вот такая вот политика. То есть мы, благодаря футболкам, оправдали все трансферы. Ну, почти все. Часть трансферов оправдали. Поэтому мы оказались в плюсе. И состав сейчас выглядит вот так. Да, посмотрите внимательно. 84 атака, 84 полузащита. То есть и 84 защита. То есть купили трех игроков с рейтингом 84. И причем, я думаю, мы полностью закрыли эти позиции. Позицию ЦАПа, позицию ФРВ. И позицию центрального защитника. Гинтер и Магуайр будут друг другу помогать, я уверен. И это просто цемент. Плюс еще Зоммер неплохо так вырос. Я думаю, что в этом сезоне у нас есть все шансы выйти хотя бы в полуфинал Лиги Чемпионов. А как вы считаете, сейчас можете написать в комментариях. Я жду три секунды. Раз, два, три. Ну все, продолжаем. Рихтер тут предлагает свою кандидатуру на позицию Форварда. Говорит, что он готов везде играть, лишь бы играть. Ну, не знаю. Спорно. Так, не отдаем в аренду Крамера. И смотрим на наши задачи. Кстати, мы выполнили тут одну задачу. Продали трех игроков. Круто. И остается ровно час до конца трансферного окна. И главные сделки уже на ваших экранах. Отмечу то, что Коман перешел в Ювентус. То, что в принципе венал, думаю, ушел. То, что Головин там ушел. Посмотрели. Вон в Герте оказался, прикиньте. Ну и Эльведи ушел от нас. Ну и в принципе крутых трансферов я не вижу. Ну а наши сделки вот на ваших экранах. Думаю тут обсуждать что-то бессмысленно. Да, мы еще продали Хоффмана, Вевертон и все. Заканчиваем трансферное окно. И констатируем факт, что это трансферное окно было очень насыщенным. Сделали мы очень много хороших покупок. И я думаю, что усилили состав хорошими игроками. И наконец-то прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Мы оказались в группе с Манчестер Сити, с Миланом и с Динамо из Киева. Наконец-то мы можем поставить позицию, кстати, Нойхаусу ЦОП. Теперь он будет опорником. Самым настоящим опорником. Научился парень. Красавчик. И вот проходит половина сезона. Эта половина сезона была крайне насыщенная. Сейчас все сами увидите. После первой половины сезона мы идем на первой строчке в Бундеслиге. Имея в активе 42 очка. Дышит нам в спину Лейцик. Также Бавария здесь неподалеку. Еще мы вышли в четвертьфинал Кубка Германии, где встретимся с Боруссией Дортмунд. Да, не повезло нам с соперником. Ну и в Лиге Чемпионов в своей группе мы заняли первую строчку. Поздравляю. Состав, кстати, себя показывает очень хорошо. Тем самым мы выходим в одну восьмую финала Лиги Чемпионов, где встретимся с Интером. Не продаем Гинтера. Опять же, не обменим его ни на кого. Гинтер нам самим нужен. Тем более, что он в рейтинге прибавить успел. Ну и смотрим на нашу прибыль. Прибыль наша составляет 171 миллион. То есть, трансферы себя полностью оправдали. И это круто. Надеюсь, теперь оправдают и в игровом плане, и будут приносить еще больше денег. Ну и трофеев, конечно же. И остается ровно час до конца трансферного окна. Ну, в этот раз уже зимнего. И что ж, вот они, трансферы на ваших экранах. Там Венбл ушел, кстати, в Лион. Ну и, в принципе, остальные трансферы вы уже видели. Почти ничего нового не произошло. Ну а наши трансферы вот. Все как было, так и осталось. Так что заканчиваем трансферное окно и приступаем к очень интересной половине сезона. Ведь впереди у нас четвертьфинал в Кубке Германии. И этот четвертьфинал мы выигрываем с отсчетом 2-0. Круто. К слову, забивает Ной Хаус и левый наш защитник. Кстати, он забил и получил еще и красную корочку на 70-й минуте. Наконец-то пришло то время, когда мы сыграем первый матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Приступаем к этому матчу. Приступаем, как всегда, в симуляции. В симуляции, конечно же, за тренера. И первый момент создает у наших ворот Интер. Просто чудом мы не пропускаем. Но в остальном игра смотрелась очень скучно. И поэтому матч так и закончился со счетом 0-0. А у нас вылетает левый защитник. Теперь, конечно же, наша задача усложнилась. Напомню, наша задача это выйти хотя бы в полуфинал в этом сезоне. О победе в финале я и не мечтаю. Я, в принципе, понимаю, что состав не готов еще для финала. Я оцениваю здраво наши шансы. Пока что это полуфинал. И вот она, ответочка. Ответочка в 1-8. Сразу же мы берем БК за рога. И буквально на 23-й минуте открываем счет в этой встрече. И делает это Хименес. Красавчик. Первая половина атака закончилась со счетом 1-0 в нашу пользу. Во второй половине Интер огрызался. Интер пытался что-то сотворить. И поэтому это все привело к забитому минчу. В итоге Хакими сравнивает счет. И, в принципе, все. По сути. Если сейчас Интер дотерпит до конца, мы вылетаем с 1-8 финала Лиги Чемпионов. Вот так вот. Но Интер не дотерпел. И на 82-й минуте пропускает вот такую вот атаку. Исково выводит нас в следующий этап Лиги Чемпионов. В следующую стадию, точнее. Ведь матч так и заканчивается. Со счетом 2-1 в нашу пользу. Вот так вот прошли мы 1-8 финала. Прошли мы Интер еле-еле прям на тоненького. И встретимся мы в 1-4 в Баруси Дортмунд. Вот нам прям везет. Ну, прям везет на Баруси Дортмунд. Именно на четверть финала всегда она нам попадается в этой стадии. Первый матч 1-4 мы играем в гостях на поле Баруси Дортмунд. И счет в этой встрече, друзья, открывается только на 55-й минуте. Баруси Дортмунд, кстати, до этого мяча, до нашего мяча, забитым Тюрамом, имела колоссальное преимущество. Создали 2 момента, было 3 удара, но Тюрам все зарешал. Идет 74-я минута встречи. И вот такая вот атака в нашем исполнении приводит к еще одному забитому мячу. В этот раз забивает Закария. И делает счет на табло 2-0. Встреча так и заканчивается со счетом 2-0 в нашу пользу. То есть нам по сути повезло, был всего лишь один стопроцентный момент, его мы реализовали, второй соперник сам привез на свои ворота. И тем самым мы смогли 2 момента из двух реализовать и сделать счет 2-0. Везение, да и только, но еще и скилл, скилл наших игроков. И вот на ваших экранах ответочка. В ответке все происходило интересно. Первый мяч забивает Санчо. Игрок Баруси Дортмунд. Но второй они забить так и не смогли и встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу Баруси Дортмунд. Но этого им не хватило, ведь мы забили двушечку у них дома. Тем самым мы проходим в полуфинал и выполняем нашу задачу. Задачу на этот сезон. А с кем мы именно встретимся в полуфинале сейчас все увидите. Но перед этим мы сыграем в кубке Германии в той же стадии, в стадии полуфинала. Где спокойно выиграем со счетом 1-0. Ну как, спокойно. На 95-й минуте Магуайр делает счет 1-0 в нашу пользу. Да, было дополнительное время. И лишь только дополнительное время все решило. Получили призовой фонд турнира. Также получили деньги за выход в полуфинал Лиги Чемпионов. А в полуфинале нам достается в соперники клуб из Мадрида. Конечно же, друзья, это Реал. Там, кстати, в другой паре встречаются Барселона и Пассажа. Интересная битва. Ну а наша пара начинает игру в Мадриде. Первый матч. Играем против Реала. И тут же, буквально в 23-й минуте, мы открываем счет в этой встрече. Открывает счет Закаре. Матч начался для нас очень хорошо. Но, друзья, в игру вступил Тони Кросс. И делал счет ничейным. 1-1. И первая половина, к слову, так и закончилась. Счет на табло 1-1. И нам нужно было что-то менять в игре. Я уже понял это во второй половине, понял, что, в принципе, Иска не вывозит. Иска выдохся. И я выпустил Штиндала. И замена сработала. На 83-й минуте Штиндал делает счет 2-1 в нашу пользу. Теперь осталось только додержать этот счет. Теперь осталось только дотерпеть до конца. Но дотерпеть не вышло. И мы пропустили на 89-й минуте. Забил нам Ассенсио. Ассенсио стал у них чаще играть в основе. И, в принципе, теперь превратился из игрока запаса в игрока основы. А в 3-4 так и закончилось. Счет на табло 2-2. Что ж, ответка будет крайне тяжелой для одного клуба и для другого. Нас даже устроит нулевая ничья. Но терпеть не в нашей крови. И поэтому Сар на 33-й минуте делает счет 1-0 в нашу пользу. Но тут же Эдегар делает счет равным. 1-1. Вот такой вот размен произошел в первой половине. А во второй уже творились нешуточные страсти. Я чувствовал, что Реал Мадрид может нас додавить. Плюс еще, друзья, у них намного больше моментов было создано. Да и игроки у Реала были посвежее, откровенно говоря. Надо было менять Закарио. Надо было что-то мутить. И на поле вышел опять же тот же Штиндал. Но вышел на позицию Цапа. Иско теперь играет позицию ЦП. Единственным опорником остается Нойхаус, который бегает по всему центру. В общем, я чуть-чуть перестроил схему. Теперь у меня, по сути, два Цапа, да. Но Иско возвращается в барону. Иско помогает обороне. И помогает как может. Посмотрим, к чему это приведет. И это приводит к тому, что на 90-й минуте мы ставим точку. Делает это Штиндал. И тем самым Борусия Мюнхен-Глагбах выходит в финал Лиги Чемпионов. Поздравляем, поздравляем ее с этим достижением. Блин, вот это да. Получили деньги за выход в финал ЛЧ. И я очень рад, что у меня удалось это сделать. Я крайне рад, что я смог сотворить историю. Но теперь нужно выиграть в этом финале. А эта задача непростая. Конечно же, перед этим финалом нам нужно будет сыграть последний матч в чемпионате. К слову, чемпионат мы уже досрочно выиграли, набрав 79 очков в 33 матчах. Ведь имеем мы еще и отрыв в размере 7 очков. Борусия Дортон теперь точно нас не догонит. Поэтому мы вышли на матч с Лейпцигом на расслабоне. И даже в выйдя на расслабоне мы все равно одержали победу. Также впереди у нас финал в Кубке Германии. Где мы встретимся с Байером 04. Но перед этим финалом, конечно же, получим свои денюжки. Получаем 105 миллионов за выигрыш в Бундеслиге. Тем самым наша прибыль составляет уже 341 миллион. Ставим Штиндала в основу. Видите, у него это, по сути, последний матч в карьере. Ну, будет, конечно же, у него еще и финал в Лиге Чемпионов. Мы ему еще и там дадим время поиграть. Но, друзья, у него сейчас есть огромный шанс поднять трофей над головой, сыграв матч с Байером. И в итоге мы одерживаем победу в этой встрече. Счет на табло 3-2. А Штиндал поднимает Кубок над головой. Все, уходит он, в принципе, уже красиво. Опять дубль, опять все круто, опять все классно. Но впереди у нас финал в Лиге Чемпионов. Ну и, конечно же, Штиндал просится сыграть в этом финале. Дадим шанс парню, дадим шанс закончить карьеру трэблом. И вот в ваших экранах финал Лиги Чемпионов. Последний матч, последний матч этого сезона и, надеюсь, перестройки. Все, что нам нужно сделать, это сегодня победить. Ну и, конечно же, друзья, нужно будет сейчас поставить состав в основной нашего восстановившегося игрока. И, в принципе, вы еще раз можете взглянуть на то, как состав себя чувствует. Состав неплохо так прибавил за эти два сезона, и я думаю, что сегодня, в финале, мы должны побеждать. Так что, выходим на поле. Финал Лиги Чемпионов. Баруси Минфинг-Лагбах, Барселона. Играем сегодня на Сантьяго Барнабео, этот финал. И сегодня будем биться вот за такой вот красивый трофей. Видите его сейчас на экранах? Сегодня достанется одной из команд. И вот так вот шли команды к этому финалу. Барселона обыграла ПСЖ в полуфинале, совсем не заметила Челси и Ливерпуль. И сегодня будет жесткая битва. Звучит гимн Лиги Чемпионов, и надеюсь, что сегодня, друзья, мы будем играть хорошо. Ведь для Баруси Минфинг-Лагбах это первый финал за столь долгое время. Первый финал, конечно же, Лиги Чемпионов. Ну и что ж, сейчас посмотрим на состав Барселоны, и все будет вам ясно и понятно. И вот состав Барселоны на ваших экранах. Отмечу то, что в составе у них есть бывший наш игрок Эльведи. И в атаке Месси, Дембелей и Гризман. Тяжелая игра нас ожидает, крайне тяжелая. Я надеюсь, что у нас все сегодня получится, друзья. Я надеюсь, что мы сегодня сможем победить. Хименус с мячом. Хименес. Опасная атака. В исполнении Баруси Минфинг-Лагбах. И Хименес пытаться здесь пройти сам, но не получается. Саар. Саар с мячом. Саар, передача в центр. Ну, здесь никто не может подключиться, к сожалению. Ну, и Хаус не успевает к этому мячу. И здесь еще и наш левый защитник не успевает. Тихо, тихо, тихо. Что это за косяки пошли, Гинтер? Исправляйся давай. Ой-ой-ой. Так, ну все, друзья. Вы что? Вы что паникуете-то? Да. Панику словили игроки нашего состава. К сожалению. Тюрам с мячом. Иско. Ну и забивать. Играет против бывшего клуба, кстати, Терштеген. Вы знали, друзья, что Терштеген раньше играл в Баруси Минфинг-Лагбах? Ну и сегодня заканчивают карьеру Штиндол. Так что выпустим его. Обязательно выпустим. Ну, во второй половине. Как раз Иско уже подустанет. И сейчас вот Иско с мячом. Центра дает. Закаре. На фланг. И Тюрам. Забивать. Ух, Терштеген. Подача. И Терштеген выбивает. И может быть, Иско отсюда пробьет. Вышворот. Закаре. Тонкая передача не была офсайда. И... Нет, все-таки Бэл. Да блин, почти на одной линии. Немного не фартануло. А так было бы красиво. Ой, как разворачивается Иско. Ну, сейчас забивать нужно. Штанга. Ух, ноль-ноль пока что. Ноль-ноль. И штанга спасает Барселону. Прямо на исходе первой половины. Да. Что там по выносливости, друзья? Ну, Иско нормально себя чувствует. Кстати, Бенцебаини на травме. Я даже не знаю, оставлять его или нет. Ну, ладно, во второй половине. А, он травмирован. Все-таки все. Не сможет продолжить игру. Так, главное, Штиндела не забудь выпустить. Чуть попозже. Минут еще 20 поиграет. Иско и выйдет Штиндел. Да, с флангом у нас защиты все очень плохо. Как раз на фланге, где Леонель Месси, блин. Так, подача в центр. Удар головой. И здесь Терштеги на месте. Тюрем, кстати, неплохо пробивал. От газона. Но, к сожалению, удар сильный не получился. Тихо, 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 парни. Аккуратней. Барзелона включила прессинг тотальный. Нужно как-то выходить из этого прессинга. Потому что нам просто не дают даже мяч забрать. Ух ты, ух ты, ух ты. Розыгрыш красивый. Здесь придется косить игрока. И Гинтер желтую карточку получает. Так, ну и нужно будет, наверное, Иско заменить. Иско совсем себя чувствует не очень хорошо. Выпустим Штиндела. Ну что ж, надеюсь, там Леонель Месси не сможет забиться штрафного. Очень опасный штрафной нас ожидает. Да. Удар Леонеля Месси. Здесь просто зомер. Вытаскивает. Закария бежит по флангу. Закария. Ланглей против Закарии. Закария его спокойно убирает. Закария. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватает нашим игрокам. Полсон против Леонеля Месси. Ооо, нарушение правил. Здесь точно. Разве нет? Так еще и с нашей стороны нарушение. Чего? Месси уходит, кстати. Месси уходит. Вот это неждан. Ну и все, друзья. Встреча окончена. Но именно основная часть встречи. Будет дополнительное время. Вот так вот. Нас ожидает битва еще в дополнительное время. Не знаю, что будет в дополнительное время. Потому что сейчас просто все на тоненького. Походу, все решится в серии пенальти. Дальше Нойхауса. Нойхаус-центр. И пятка передача. Какая пошла! Эхименус! Ух, здесь Терштеггин просто выручает сейчас. Тюрам! Тюрам! Могли забивать. Просто могли забивать. Если бы не ноги Терштеггина. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Барселоне везет. Сказочно везет. Ой-ой-ой-ой-ой. Че делать? Непонятно. Ой-ой-ой. Какая передача! Ну и Штиндал, решай! Вот это да. Вот это я понимаю, капитан. Ну, бывший капитан. Потому что сейчас капитанит у нас Гинтер. Но все равно, в любом случае, Штиндал решил в итоге. Момент, который, в принципе, для него был создан. Но он... Как он разобрался? Как он разобрался здесь против Терштеггина? Фух. Да. Хорошо. Хорошо было сыграно. Очень хорошо. И Ларс Штиндал. Делает счет, надо было 1-0 в нашу пользу. Наконец-то забили. И теперь 10 минут продержаться нужно. 10. И, к слову, Штиндал, как раз заканчивая карьеру, возьмет. Только 10 минут подержаться. И Хименус. Здесь все-таки офсайд. Здесь все-таки офсайд. И... Причем, катастрофический офсайд. Аж на три корпуса, блин. Ну, что? Команда подбодрилась чуть-чуть. Команда еще и взбодрилась, смотрю. Хименус. Хороший удар получился. Рихтеры предлагают выпустить. Ну, ладно, не будем выпускать. Уже Тюрампус когда бегает до конца. Ой-ой-ой. Хименус здесь разворачивается. Против Лангле. Придержал мяч Хименус. И все. Все, друзья. Мы побеждаем в этом тяжелейшем финале. Фух. Я сделал это. Первая перестройка выполнена. Первая перестройка в этом сезоне FIFA 21 выполнена. И выполнена она за Баруси Менхенглабах. Впервые в этом веке, да и вообще помню впервые в своей истории, Баруси Менхенглабах становится чемпионом Лиги Чемпионов. Точнее, обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Потому что, в принципе, команда шла к этому. Команда старалась. Команда сделала все, что от нее зависело. И Магуайр поднимет этот кубок над головой. Почему-то Гинтер во время матча отдал Магуайру капитанскую повязку. Да. То есть, я немножко ошибся, когда сказал, что Гинтер у нас капитан. Магуайр. Магуайр поднимает над головой. Но это не суть. Важно. Потому что все в любом случае поднимут этот кубок. И Штиндал, и Гинтер. И, в общем, все. Потому что это, в первую очередь, всех заслугов. Всех игроков. Просто первым сделает это Магуайр. Ну, в общем, салют в нашу честь. И, друзья, памятное фото. Да. Фото на память. Боруси Менхенглакбак становится обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Поздравляем. Поздравляем этих ребят со столь важной победой. Ну что, Штиндал красивым. Штиндал красиво, друзья. Затащил. В общем, красиво закончил карьеру. Эх. Ну, а лучшим игроком кто признан? А что, лучшего игрока в этом матче нет? То есть, мне самому нужно бы присудить звание лучшего игрока. Наверное, Закаре отдам. Ну, или Штиндал. Именно Штиндал же вытащил нас. Именно Штиндал смог сделать то, что не смогли сделать другие. Забить, наконец-то, Терштегину. Так, ну и что, подводим итоги сезона. И заканчиваем эту перестройку. Для начала, в основном, глянем на топ бомбардиров. В топе бомбардиров в Бундеслиге лидирует Полсен. Либо Полсен. По глянем по сам Гримальдам. По суки матчам Нойер. Тут от него недалеко, кстати, Зомер ушел. Ну, увидели. В Кубке Германии. Вот топ бомбардиров. По глянем по сам Закаре, кстати, лидирует. По суки матчам Ян Зомер. Ну, и нас интересует еще Лига Чемпионов. В топе бомбардиров лидирует Бапе. На втором месте идет Сар. Потом Хаверц. По глянем по сам Месси. По суки матчам Ян Облак. Зомер чуть-чуть не хватило. Вот она Лига Европы. Здесь, я думаю, сильно не будем делать акценты. Потому что все и так видно, все и так ясно, все и так понятно. Да. Отметим то, что лучшим бордиром Ричарлисом так и не стал. Тут Баре в итоге на первой строчке оказался. Ну и все. Ну, также давайте посмотрим, кто выиграл Лигу Европы. А Лигу Европы выигрывает Велериал. Ну и заканчиваем сезон. Пожалуй, все на этом. И, кстати, посмотрите, друзья, на прибыли. Прибыль наша в этом сезоне составляет 364 миллиона. Огромные деньги. Просто огромные. Я думаю, в следующем сезоне мы получили бы лямов так 120 точно от руководства. Ну и вот они задачи. Почти выполнили все. Но где-то что-то не выполнили. Зато выполнили все, что касается успехов. То есть домашний международный успех мы точно выполнили. И выполнили красиво. Требл. Требл в нашей копилочке. Требл в нашем кармане. И вот завоевал этот требл вот этот состав. Также посмотрите, кто больше всех наклепал мячей. А больше всех наклепал мячей, сэр. 31 мяч. Тут недалеко, кстати, от него тюрам ушел. И по системе гол плюс пас у них все одинаково. А больше всех матчей сыграл у нас Ян Зомер, Лайнер, Закария. И все. А по голевым пасам кто? Закария. Кстати, 90 рейтинг уже. То есть он за сезон просто плюс 4 сделал. Красавчик. У Тюрама 88. Блин, игроки офигительно развиваются. Закария в этом сезоне реально себя показывал фантастически классно. Ну и получили мы тут деньги за победу в финале Лиги Чемпионов. 19 миллионов дали. Ну и давайте подведем итоги. Эта перестройка получилась крайне удачной. За 2 сезона я перестроил клуб, который в принципе болтался в середине таблицы Бундеслиги. Перестроил его до топ и гранда. И сделал это, думаю, красиво. Если вы хотите новых перестроек, то вам достаточно набрать 2000 лайков. 2000 лайков набираем, новая перестройка выходит. Ну и оставляйте свой клуб для следующей перестройки. Ну и я скажу, что мы сделали все очень красиво. И я думаю, что перестройка выполнена. А с вами был Матрик. Всем удачи и до скорой встречи, друзья. Всем пока-пока-пока. Также не забываем нажимать на подписку, ставить колокольчик и оставлять свои комментарии. В общем, всем пока.